Путин и Медведев не любят встречаться, даже по работе. Дмитрий Анатольевич не уберегли, тоже приболел. Не говоря уже об отдыхе. И резиденции они используют разные, не дай бог столкнуться нос к носу. В 2011 году президент Медведев открыл гострезиденцию Янтарь, подальше от премьера Путина, вне граничащем с Россией Калининграде, где отдохнул в том же году минимум три раза. Что неудивительно, возвели Янтарь на месте дачи рейс-канцлера Бисмарка. Места там красивые и так приглянулись президенту, что он задумался о пенсии. Пока на юге Николай Шамалов достраивал дворец Путина, однокурсник Медведева Илья Елисеев искал земли неподалеку от дачи рейс-канцлера и нашел. Фонд Дар стал собственником 16 гектаров на обрывистом побережье Балтики, у бывшей немецкой деревушки Гросс-Хубникин, теперь Синяева. По плану удара здесь будет усадьба с фрусской башенкой, большой сад с прудами и вертолетная площадка. Точнее, три. Скромненько так, ничего лишнего. Скромным оказалось и окружение. Бывший глава администрации Сергей Иванов, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов. Здесь же осел и бывший губернатор Калининградской области Георгий Баос. И его бывший начальник, местный бизнесмен Юрий Лужков, тоже строится неподалеку от своих коней, сыров и гречки. Скромны и масштабы злоупотреблений бывших. Будущим новоселам занизили кадастровую стоимость земли, чтобы они платили меньше налогов, чтобы спалось совсем спокойно на берегу Балтийского моря, вдалеке от Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok Настоят повышение следует огромное действие на ти 방송. Затем повышение следует... Продолжение следует...